Здравствуйте, уважаемые зрители канала Центр Магнитол. Сегодня мы хотели бы поговорить с вами про интернет в современных андроид магнитолах. Почему важен интернет, вы наверное сами прекрасно знаете, но он также важен в андроид магнитолах. Через него вы можете смотреть любой контент раз, через него вы пользуетесь онлайн навигацией два, и через него вы получаете много разных дополнительных плюшек, помогалок и так далее и тому подобное. Начнем с того же самого голосового поиска, который без интернета просто невозможно. Я называю это просто плюшками. Итак, андроид магнитола, стандартный экран, значит как мы включаем интернет. Интернет они в основном получают через Wi-Fi канал, то есть мы телефон ставим в режим модема, то есть раздаем интернет магнитолу, в магнитоле включаем режим Wi-Fi, то есть получаем интернет. Итак, в основном магнитолы получают интернет по Wi-Fi каналу. Многие клиенты заблуждаются, они включают Wi-Fi на телефоне и так далее. Это неправильно. Телефон просто раздает интернет, то есть ставим его в режим модема, он является точкой доступа для того, чтобы раздавать интернет. Извините, что так нудно и долго, но это чтобы было понимание. Значит, начинаем с чего? С того, что включаем Wi-Fi в магнитоле. Это можно сделать несколькими способами. Первое, что нам надо сделать, зайти в настройки магнитолы. Основные способы, либо через верхнюю шторку, сеттинг, то есть настройки, либо через все приложения настройки, они же сеттинг. Заходим, нажимаем. Самая первая сеть интернет. Открываем эту вкладочку. Открываем. Открывается Wi-Fi. Видим, сейчас Wi-Fi выключен. Как минимум его надо включить. Включаем Wi-Fi и нажимаем на эту строчку. Он показывает все доступные нам сети. Здесь вы можете найти те сети, которые есть вокруг, плюс, естественно, ваш мобильный телефон. Теперь берем мобильный телефон. То же самое. У меня мобильный телефон Android, поэтому показываю на Android. В iPhone примерно так же. Значит, входим в настройки, включаем точку доступа Wi-Fi. Видим, в данный момент она отключена. Ее надо как минимум включить. То есть нажимаем на нее, включаем. Точка доступа включена. И есть меню. Либо надо нажать на эту же точку доступа, либо настройки точки доступа. Там открывается меню с паролем и так далее. И с названием. Это название MiFone и пароль. Видим, он закрыт. Открываем. Вот он и есть. У него пароль простой. Смотрим нам магнитолу. MiFone. Она сразу нашла MiFone. Нажимаем сюда. И нам надо ввести пароль. Для удобства можно нажать показать пароль, чтобы если вы ошибетесь в наборе, вы сразу это увидите. Переходим в цифры и набираем 1, 2, 3, 4, 5. Видите, почему удобно включать? Я ошибся. 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Окей. Включаем. Пишем. Подключено. Получение IP-адреса. Все. Хогнитола поймала интернет. Значок интернета загорелся. Интернет есть. Что мы теперь можем? Естественно. Навигация. Навигация у нас Яндекс. Яндекс работает через интернет. То бишь он голосовой набор, карты, пробки и так далее. Все это делает Яндекс через интернет. В том числе можно скачать карты и пользоваться в режиме оффлайн. Как видим, интернет есть. Интернет у меня на телефоне быстрый. И все моментально загрузилось. Карта, пробки и информация. Естественно, голосовой поиск. Алиса. Невский проспект, дом 32. Видим, Алиса все прекрасно сразу понимает и все находит. Раз. Это одна плюшка. Другая плюшка. Смотрим сюда. Угу. Естественно. Угу. Естественно. Что у нас есть? Есть YouTube всеми нами любимый. Входим в YouTube. Открываем. Видим все. Когда есть интернет, все работает достаточно быстро. Тут либо вы сами что-то смотрите, либо включаем, что вам нравится. Ну вот. Пожалуйста. Все. Есть интернет. Все прекрасно загружается и быстро работает. Быстро включается. Вот. Еще раз. Да. Про интернет в магнитоле. Без него практически. Вернее, без него работать можно, но это будет только навигатор в режиме оффлайн. и музыка с ваших оффлайн носителей. То есть флешка, то что записано в магнитоле, ну естественно и радио. Без него у нас обычная магнитола. Если есть интернет, это современная Android магнитола. Интернет мы раздаем в основном с мобильного телефона, ставим его в режим модема или точки доступа. И в магнитоле обязательно должен быть включен Wi-Fi и получается интернет. Вот значок, что включен Wi-Fi. Самый первый признак, да, кроме того, что отсутствие значка, мы включаем Яндекс.Навигатор. А там что? А там просто стрелка. То есть место положения определил, карты и всю информацию не подгрузил. Я надеюсь, у вас после просмотра этого видео этого не случится. Все у вас будет нормально. Магнитола будет с интернетом и вы будете ею пользоваться и только наслаждаться. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Смотрите наш канал. Подписывайтесь на обновления. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok